Привет, друзья! Андрей Жуков, обзоры фото, видео и гаджетов. И сегодня у меня на обзоре целая линейка отражателей и рассеивателей от компании Lastalight, линейка 2018-2019 года. Супер новинки, давайте смотреть! На фотокине осенью 2018 года компания Lastalight представила целую линейку очень клёвых отражателей. Отражателей складных, но при этом они носятся в вашем рюкзаке с предельным комфортом, быстро собираются, разбираются и имеют очень хорошие характеристики. Давайте посмотрим на них. Называется эта линейка Halo Compact. Я могу неправильно сказать, но вот Halo, может быть Halo, давайте говорить правильно, Halo Compact, которая умещается в такую штуку, на самом деле даже меньше. Смотрите, я открываю коробочку и у меня здесь сумочка, сумочка, в которой предполагается носить подобное решение. Почему у меня здесь много всего на столе? На самом деле просто два комплекта. Есть один комплект с диффузором, рассеивателем на две ступени, и один комплект с отражателем белым-серебряным с двух сторон. И для них можно отдельно докупить, собственно, полотно бело-серебряное для рассеивателя и для отражателя двухстоповый диффузор. И просто не знать никаких проблем и просто кайфовать. Весит вот эта штука 350 грамм. И что эти 350 грамм нам дают? Ну, смотрите, дайте я сразу распакую вторую, чтобы вы точно понимали, что, ну, как бы, все одинаково, да? Вот они одинаковые, реально одинаково весят. Тут Ласта Лайт не обманывает. По 350 грамм. Так вот, я не буду даже, наверное, распаковывать эти штуки, потому что ровно то же самое лежит вот здесь. Я достаю отсюда наш отражатель. Отлично. Чехольчик отдельно. У него, кстати, есть карабин, чтобы носить на рюкзаке или класть внутрь рюкзака. Очень удобно носить подобные вещи, потому что вот эти вот круголя, в которые складываются обычный отражатель, ну, во-первых, не все умеют их правильно сворачивать. Во-вторых, они занимают место иногда даже больше, несмотря на то, что они плоские. Поэтому вот такое решение, может быть, даже будет чем-то очень клевым. Состоит из двух частей. Инструкция. В нее, наверное, не полезем. Справимся, разберемся. Само полотно. Мы его сейчас откроем. И вот такая вот штука. Это очень быстро сборная конструкция. Замечайте, сколько времени у меня займет. Собираю второй раз жизни. Я, конечно же, потренировался перед записью этого ролика, но мало ли. У меня должна получиться окружность диаметром 82 см. Это достаточно большой, хороший такой отражатель. Смотрите, он уже оснащен классной ручкой. При этом ручка у нас имеет еще и три четверти резьбу для установки практически на любой штатив, например, или стойку. То есть вот такой вот кружочек, который очень просто можно собрать. Сейчас я это сделаю. Единственное, для этого может потребоваться немножко физической силы, друзья. Поэтому вот именно здесь. Ну, небольшой. Да, видите, я только пальцами справился. Все, у меня есть вот такой вот круг, окружность. Да, я могу покрутить круг. Можно заниматься этим спортом. Я вешу его на шею и достаю вот это вот полотно. Удобно складывается. Серебряное, белое. Я знал, что он упадет. Я знал. Ну, пускай это останется нашим с вами экшеном в этом ролике, в котором экшена на самом деле нету. Мы одеваем наше полотно с помощью вот таких вот многоразовых удобных пластиковых защёлок. На самом деле я уже испытывал этот отражатель на улице. Главное натяжение. Я вам сейчас расскажу, зачем это нужно. Возможно, мы всё это просто ускорим. Окей, смотрите, что у меня получилось. Вот сейчас главное, чтобы у ребят всё хорошо было с фокусом. Я специально буду, наверное, серебряной стороной это держать. Во-первых, у меня есть ручка, удобный гриб. Действительно, с пространством для пальцев. Я с удобством могу его держать. Во-вторых, он не прогибается. Он действительно сильно натянут. И что самое главное? В хорошем отражателе самое главное это натяжение. Лучший отражатель на что? Правильно, зеркало. И в зеркале идеальное натяжение. Поэтому оно полностью идеально отражает нам изображение. И у нас здесь хороший долговечный материал, который не посыпется со временем, потому что это всё-таки ласталайт. Это эталон качества в классе отражателей. То же самое касается белой поверхности. Если она максимально эффективно будет вам заполнять светом вашу сцену, то очень круто, очень удобно. Давайте я вам покажу. Смотрите, что важно. Для того, чтобы это всё дело не укатывалось, вот здесь есть резьба, три четверти, стандартная, которую можно накрутить, например, на штатив, если у вас ничего подобного нет, на монопод, на стойку. Здесь ещё переходной винт в комплекте, маленький лежит. Я его сейчас вам продемонстрирую. Вот он, он такой двухсторонний. Это очень удобно. Соберу второй. Второй, потому что у нас выполняет несколько другую функцию, но всё работает ровно точно так же. Давайте ещё раз повторим этот процесс. Друзья, я собрал рассеиватель, и, пожалуй, это самая удобная и важная штука в этой системе. Почему? Потому что, ну, отражателем уже никого не удивишь, вы все прекрасно знаете, как ими пользоваться, а вот рассеивателями пользуется очень мало. Фотографов, а зря. Потому что именно эта штука позволяет из солнышка сделать максимально мягкий, огромный источник света и радоваться жизни и съёмкам при ярком солнце. Например, летом или вот как сейчас зимой, в яркий солнечный день. Так вот, смотрите, вы просто закрываете вашу модель от солнца, и вот этот вот двухступенчатый диффузор даёт вам огромную площадь свечения, очень мягкого и очень качественного, потому что это действительно белое молоко, а не какие-то китайские рассеиватели, которые меняют баланс белого, со временем желтеют и так далее и тому подобное. Теперь давайте поговорим о том, из чего всё это сделано. Сделано это из хороших материалов. Здесь, в первую очередь, алюминий. Всё предусмотрено для того, чтобы это очень быстро собирать, разбирать. В целом, у меня в среднем минуты где-то уходят на то, чтобы без особых тренировок вот эту вот всю конструкцию собрать-разобрать. Это действительно прикольно. И последнее, что нужно рассказать, это же, конечно, цена. Вверх это L'Stallite by Manfrotto, соответственно, это не может стоить супердёшево, но, как оказывается, не так и дорого стоит. 5 990 рублей стоит вот такая вот конструкция, либо вот эта рамка вместе с диффузором, либо с отражателем, а дополнительное полотно 2490 рублей. То есть, вы можете за 5 990 собрать себе сразу что-то одно, либо за 2 490 ещё дополнительно докупить себе вторую поверхность, второе полотно. И мне кажется, к сезону, к сезону весна-лето у нас в России, по крайней мере, тёплые времена, будет много солнышка, и вы сможете использовать вот эти вот устройства с максимальным кайфом, как буду делать я. Спасибо большое. Оставляйте комментарии, какие вы отражатели используете, используете ли диффузор, знали ли вы о том, о чём я вам сейчас рассказал, и нужно ли вообще вставлять такие норовоучения и поучения в мои ролики в будущем. Буду рад делать этот канал только лучше и лучше. Спасибо Quix Campus за то, что предоставили пространство для съёмок нашего ролика, потому что мы сейчас работаем в очень клёвом зале, но вы в моих предыдущих роликах наверняка его уже видели. Спасибо, остаёмся на связи, до свидания.